Мобильная связь и интернет в каждый дом. В селе Красный Партизан Ешелкинского района завершается установка базовой станции связи. Долгожданному событию предшествовали и долгие годы ожидания и неудобства местных жителей. О том, как изменится жизнь населенного пункта с новыми возможностями связи, смотрите в нашем следующем материале. Несмотря на жаркую погоду, в эти дни в селе Красный Партизан полным ходом идут работы по установке вышки сотовой связи. В рамках муниципально-частного партнерства и активного участия местных жителей теперь по всей территории населенного пункта будут предоставлены качественные услуги подвижной радиотелефонной связи в стандартах 2G и 4G. Свыше 300 человек, наконец, могут получать электронные услуги, общаться с близкими по видеосвязи, смотреть и выкладывать новости, фото и видео в социальных сетях. Министерство цифрового развития Республики Камыки проводит планомерную системную работу по подключению малонаселенных пунктов к сетям связи, к сотовой связи, к мобильному интернету. Также мы работаем с операторами связи, где компания «Мегафон» выступила, инициировала реализацию строительства базовой станции на территории поселка Красный Партизан. И уже сейчас, в данный момент, проходятся финальные работы, финишные работы, и в самое ближайшее время откроется связь, будет возможность звонить стандарту по GSM, 2G, 4G, и будет мобильный интернет. Для максимального радиуса охвата сети специалисты оператора устанавливают антенномачтовые сооружения и размещают антенны на высоте более 20 метров. После монтажа и настройки оборудования оператор также будет вести постоянную техническую поддержку этого объекта связи. Здесь нужно сказать спасибо и активности Министерства цифрового развития Республики Калмыкия, и активной позиции главы Ешелтинского района, но и, естественно, сами жители без их вмешательства, без их интереса к решению проблемы точно бы этот проект не реализовался. Слаженными действиями руководство профильного министерства и сотового оператора активно борются с цифровым неравенством и проводят связь в те населенные пункты, где ее раньше не было. Как рассказывают сами жители Красного Партизана, ранее поиск устойчивого сигнала становился настоящим квестом по родному селу. Но с появлением вышки у них будет доступ ко всем цифровым сервисам и высококачественная связь. Сегодня у жителей села Красный Партизан большое радостное событие. Администрация района вместе со всеми жителями поселка радуется и выражает огромную благодарность Министерству цифрового развития, Министерству финансов Республики Калмыкия. Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить компании Мегафон в лице Малиева Игоря Владимировича за то, что в условиях внешнего санкционного давления компания нашла оборудование и установила, тем самым порадовав наших жителей. И это очень важно обеспечить на сегодня качественной современной сотовой связью, интернет-связью наших людей. В свою должность я вступила в 2018 году. И как только я пришла, какое было мое удивление, оказывается у нас нет мобильной связи. Получилось так, что на карте Яшалтинского района белое пятно, где отсутствует мобильная связь. И с самого того момента у нас вместе с моими сельчанами началась упорная борьба, совместная борьба за то, чтобы у нас появилась мобильная связь, вышка сотовой связи. И вот только сейчас, благодаря Алексею Петровичу, Алдару Васильевичу, мы можем наблюдать такую картину, как установку вышки сотовой связи. Теперь мы очень рады и надеемся, что все у нас наладится. И от всех жителей наша огромная благодарность. Это вообще, я не представляю, как хорошо. Ну нету связи. Вот сейчас и до этого ходишь, ищешь, бегаешь в связь. Тут в одном углу, там в третьем. Бесполезно. Неужели появится? Я даже не беру это. Для нас была огромная проблема и то, что у нас не было связи. Конечно, это немаловажно, так как здесь у нас школа, ФАБ. Это нужно для работы, для школьников, для родителей, для всех нас. И, конечно же, мы очень рады, что у нас теперь появилась такая возможность. У нас рядом тут вышка. И хочу огромное спасибо сказать всем, кто внес в этот вклад, кто причастен к этому. Век современных технологий, наличие сотовой связи и интернета – неотъемлемая часть функционирования общества. А для небольших населенных пунктов – очень важный и нужный шаг на пути повышения качества жизни на селе. Чингис Тихонов, Джаргал Хичиева, Эльвик Якшаев, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День республики. Яшалкинский район».